В Свято-Никольском кафедральном соборе Шимкента собрались сотни прихожан. Встретить святыню пришли не только шимкенцы, но и жители районов и соседних областей. Долгожданную делегацию с мощами святого Луки Крымского в храме встречают праздничной службой. Приезд митрополита Казахстанского Александра в наш город не случайен. Он прибыл поздравить руководителя Шимкентской и Тарасской епархии Елиферия с 25-летием архиерейского служения. Четверть века назад указом Священного Синода в области появилась Чимкентская епархия, а владыка Елиферий был назначен епископом чимкенским. С тех пор преемник апостолов имеет благодатную власть совершать все семь таинств церкви. И всех православных христиан, напоминет Господь на царстве Своей, Всегда, ныне и близко, и во веки Бога. Бесценный подарок, привезенный мощи святого Луки Крымского, как считается, обладают уникальным даром исцеления. При жизни архиепископ Лука славился способностью исцелять людей от разных недугов. Он был профессором медицины, выдающимся хирургом, автором исследований в области гнойной хирургии и анестезии. В 2000 году канонизирован Православной Церквью и причислен к лику святых за свои подвиги на духовном поприще. В храм можно будет прийти круглосуточно, поэтому приходите, помолиться, приложиться, попросите о своем, расскажите родным, близким, расскажите тем, кто нуждается в помощи, кто, может быть, отчаялся в своем выздоровлении или лечении. Я думаю, по молитвам святителя Луки Господь поможет. Каждый православный может прийти в храм и прикоснуться к мощам с просьбой об исцелении болезней. А в церковной лавке можно приобрести целебное масло, освященное на мощах святителя Луки Крымского. Пришла сегодня в церковь, сегодня большой праздник, встречение сегодня, и святой мощи привезли. Помолиться, попросить здоровья, было получше всей семьи. Подойдем, попросим здоровья всем, главное, чтобы мир был на земле. Пришла в храм, помолиться Господу Богу и на мощи посмотреть. Народа очень много, всех чемкенцев, всех казахстанцев с большим праздником поздравляем. Ни разу не доводилось прикасаться к ним, так что я на себе еще никогда не испытал этого. Так что, ну, определенно сказать не могу. Есть, конечно, есть. Мощи святого Луки Крымского пробудут в Свято-Никольском кафедральном соборе по улице Туркестанской всего два дня. 15 и 16 февраля. Приложиться к мощам и помолиться можно с раннего утра и до позднего вечера. Двери храма открыты всем.